Добрый день! Это Андрей Шалыгин, National Explorer. Сегодня у нас пятая часть видео о правках в закон об оружии, касающиеся метательного оружия, а именно в первую очередь луков. Сегодня 9 мая 2019 года, поэтому прежде всего, конечно, хочу вас поздравить с Днём Великой Победы Советского Союза над фашистской Европой. Однако Советский Союз, победив врага внешнего, до конца не уничтожил врага внутреннего, по поводу чего сейчас все либералы очень плачут. Что слишком много, якобы, уничтожил. Но не добили, не добили. Жаль. Результатом стала фашистская Украина, окраина, где недобитая Бандера и прочие пидорасы, значит, сейчас снова подняли голову, и уже длительностью более длительности Великой Отечественной войны продолжают убивать мирных граждан, русских в первую очередь. По национальному признаку в первую очередь. Но, кроме того, не добив фашистов на Украине, которые сейчас расплодились, Советский Союз не добил врага внутреннего, который вырос, опять же, на почве либерализма. В результате у нас появились такие сволочи, как Ельцин и Горбачев, предатели, которые с командой Чубайсов и Егоров Негайдаров и их команды привели, собственно говоря, к гибели Советского Союза. Ну и оставшаяся Россия продолжает взращивать депутатский корпус, который вот из 170 сенаторов, допустим, да, за последние 10 лет осуждено по уголовным статьям официально, не говоря уже о всяких других делах, 17 сенаторов. Из государственной дуры, значит, и их родственников, более половины являются фигурантами уголовных дел. Вот этот процент, вот этого говносената, значит, он по уголовной составляющей криминальной существенно кратно превышает среднюю численность по преступной деятельности по отношению к среднему проценту населения России. То есть, по факту, законодателем, да, и исполнителем являются, собственно говоря, преступники. В результате мы имеем вот такие вот законопроекты и правки к законам, тоже дебильным, да. Цель их я в четырех видео полностью разложил, она всем понятна. Если Резникова, Валеева и Валуева интересует видео о них самих, я могу его сделать, вы можете напроситься. Я вам расскажу, чем и как вы связаны с оружейным лобби и бизнесом членов ваших семей, что вы делали в 90-е, да, в том числе и Валуев, и что вы сейчас делаете. Вот, запросто, у меня это не задерживается. Если кто очень хочет, может напроситься. Но, по сути правок, по сути правок, значит, в четырех предыдущих частях я, в принципе, в целом техническую составляющую изложил. Вот в этой части я хочу вам, так сказать, отванговать будущее ваше. Дело в том, что вообще, в принципе, луки, они классифицируются вот по этим тильда 60, тильда 70, там, да, и все остальное прочее, да, усилием натяжения, да, по дебильному ГОСТу дуги, которой в блочном ЛУКе может вообще и не быть там, да, там могут одни быть блоки там, да. Вот. Но у нас такой ГОСТ дебильный, как и самые законы, да, потому что у нас Росгвардия дебильная, и численность ее скоро уже сравняется с численностью армии. Ну, она уже превышает численность сухопутных войск, да. Вот. Против какого врага, интересно, а? Вот. И вот эта Росгвардия постоянно осуждаемая, да, уголовно, да, с процентом гораздо выше среднестатистического по стране по отношению к общей численности населения, да. Вот. Она создает вместе с депутатским корпусом себе бизнес семейный. И это все делается для того, чтобы, во-первых, луки все учесть как возможное средство противоборства этой власти, да, это у них такая идея есть. Кроме того, подыхающие свои магазины оружейные наполнить новым товаром, который без них хорошо разбирается, уничтожить мелкий и средний бизнес, который занимается продажей этого арчери, да, и заполучить себе это в магазины. Ну, и, естественно, лицензионно-разрешительная система, которая в их руках разрешает делать это только им, да. Вот это все, весь цель, вот вся цель этого закона. Но что наступит для всех граждан, да, которые уже думали, что это спорт, развлечение, там, да, и приспособление для отдыха, да. Вы понимаете, чиновники, которые пытались в Минприроды сделать это приспособлением для охоты, не требующего лицензирования и всего остального прочего, да, они были уволены, а юрдепартамент закрыл принятие правок, соответственно, в правила охоты, которые приравнивали луки к приспособлениям для охоты, и гражданам все это позволяло сделать вот как бы просто так, да, декларативным характером. Ну, естественно, то, что написано в преамбуле к правкам увеличение числа луков в разрешительной системе, оно приведет к тому, что новая, соответственно, ниша окажется в руках так называемых силовиков, но это бандиты. Это бандиты, которые таким образом строят свой бизнес. Вот. Ну, ладно, что же будет? Все, что рассказывают СМИ и комментаторы по этому поводу, это полное говно. Если вы читаете текст справок и законопроекта, да, вы понимаете, что все совсем не так, как нам рассказывает НТВ, бляд, это самое, да, которым я предложил свою версию, блин, правильную, они сразу сбежали от меня. Вот. Коммерсант, да, либеральный, который специально по всей стране набрал редкостное количество дебилов, да, чтобы однобоко представить всю эту информацию, да. Но у моих видео у каждого более двух тысяч просмотров, да, и все, кому надо, меня смотрят, в том числе и госдура. Вот. И, собственно говоря, я по большей части обращаюсь-то не столько вот к членам Арчери-сообщества, сколько к этой самой Росгвардии и госдурия. А Росгвардия меня смотрит все видео, блин. Все, блин, лицензионки и опорники и все остальные смотрят на меня и говорят, «Так это ты, я?» «А, понятно, все. Вопросов нет, до свидания, иди куда шел, не дай бог, блин, тебя зацепишь, блин». Вот. Они все меня знают, так же, как и Госдума, тем более, что я не один год был помощником депутатов и сенаторов официально. Так вот, обращаясь к ним, я в первую очередь хочу их спросить, а что вы будете делать, когда все-таки ваше это лобби, которое хочет там для нескольких человек получить все это в оружейные магазины, все это сделает, а работать-то придется постоянно именно рядовому Росгвардейцу. Ну, как вот те мудаки, которые в московском метро задерживают с боеприпасами для оружия маленького спортсменчика с деревянными стрелами, с вклеенными спортивными наконечниками. Что вы-то, рядовые Росгвардейцы, делать будете в этой ситуации? А вам пояснить, что произойдет? Я поясню. Ладно, вы делаете луки фунтажом 27 и более, у вас там формулировка в гости как? До 27, в скобках 60, включительно. Ну, до или включительно, да? Уже эта ситуация, созданная вами, она позволяет все луки 27 включить. А 27 это 85% луков, да? Я бы даже сказал больше, но если учитывать спортсменов и прочую всякую херню, там, да, то 85%. Значит, дело в том, что вы предлагаете включать луки 70, да, ну, выше 60 фунтов, да? Вы всем рассказываете, что это луки 70. Нет, это выше 60 фунтов. А выше 60 фунтов находятся все луки, на которых стоит маркировка 60. Потому что производитель производит свой товар с неким запасом, который по евростандарту и мировым этим самым обеспечивает покупателю 5-10% преимущества с целью гарантии ему качеств товара, декларированных публичной офертой. Это значит, что любой лук, на котором написано решетка 60, это в России решетка, блядь, уголовная, да? Вот. Почему? Потому что лук даже внутренними параметрами, даже если он формально выставлен на 60, там, да, чего не бывает никогда. Да, всегда 62-63 фунта. Он всегда легкой подкруткой тетивы, чего бы то там ни было, даже при какой-то отрицательной температуре, или просто полежав, когда у него смазочка подвязнет немножко, да, или хотя бы запылится, да, вот, возникнет большее трение. Он всегда будет больше 27. Вот. А мы прекрасно знаем, что даже уже 27 крем-экспертиза признает оружием. Вот. Поэтому 85% вы сразу обладателей луков в России, а их порядка сейчас 12 тысяч где-то, вы ставите в разряд уголовников. Вы сразу своим законопроектом делаете граждан уголовниками и предлагаете им легализоваться. Но возможность легализации в вашем законопроекте, она предоставлена только тем, кто уже имеет роху. Более никак. А охотниками-то являются боухантерами, и из них-то всего до нихера. Вот. При этом вы ставите срок, который не подразумевает возможность граждан, не имеющие рохи, получить ее. То есть, даже если меня поставили, что я незаконник, мне предлагается там трехмесячный срок получения. А вы знаете, что такое сами же вами созданная вся эта система обучения, да, сдачи анализов, сдачи экзаменов, выдачи там, да, не позволяет человеку получить эту роху. Почему? Потому что роха выдается по вашему законопроекту не на луг, а на огнестрел, блядь. А лук в нее всего лишь вписывается. Отдельно получить роху на луг нельзя, блядь. Поэтому вы заставляете граждан в ваших сраных магазинах купить какой-то огнестрел, на него сделать роху, а потом в нее, в имеющуюся, внести лук. Вы еще, граждан, заставляете к луку приобрести огнестрел или оружие ограниченного поражения, блядь, да? Ну, все для торговли, блядь. Все для себя, блядь, на самом деле, да? Вот. Чтобы они торговали, да, они у них обучались, потому что эти центры обучения тоже сертифицированы, тоже относятся к Росгвардии, и тоже платят за офицерное включение их в перечень тех, кто допущен к проведению экзаменов и всего остального прочего. А дети, инвалиды и все остальные прочие, которые не могут иметь роху, им что делать, если они лучники, понимаете? Дальше что делать людям, которые не сдадут? А не сдаст никто, блядь, практически, да? Легализуются только те, кто имеет роху. И вы порядка 6-8 тысяч людей сделаете уголовниками. А что по закону надлежит делать тем, кто не попал в это число, не имеет рохи и не учелся? А они должны сдать свои луки, блядь, в Росгвардию бесплатно, иначе наступает ответственность с изъятием, да? Вы воры, по факту, бандиты. Вы собираетесь у людей отобрать имущество, причем значительной стоимости. Плюс, соответственно, все спортсмены попадают в жопу, потому что у нас спорт в основном непрофессиональный, общественный. Никаких удостоверений ни у кого, кроме там сборников, блядь, нет ни у кого. И удостоверений ни в какое записать ничего не надо, потому что все эти первички, они все просто пришел позаниматься, блядь. Никакого удостоверения спортсмена у них нет. Оно вообще выдается после сдачи определенных нормативов. А если человек не сдал, он еще обучает, ему это приспособление куда записать, блядь? Если он еще не сдал на спортсмена, на этого ни на какого, он тренируется, да и вообще не хочет, да и вообще это девушка. Дедушка, блядь, девочка какая-нибудь, мальчик, блядь, да, тщедушный, блядь. А если люди хотят иметь лук для папы, для мамы, для дочки, для семьи, один, блядь, чтобы он перестраивался и на папу, блядь, на 70, и на 20, блядь, на детей, на жену, там, на все остальное прочее. Эти куда, что должны здесь, блядь? Что это у него? Вы ни хера в этом не соображаете, вы кретины. А дальше будет, хорошо, увеличение числа луков. Все луки, все луки на самом деле выпускаются, сейчас современные в диапазоне, там, 30-70, 30-70. Это стандарт международный, потому что нигде нет таких дебилов, как у нас в Госдуре, блядь, чтобы это все задекларировать, блядь. Инохантер сюда вообще не может въехать никак, потому что он не может обозначить свое приспособление как оружие при ввозе по контракту. Никакого интуризма, блядь, вы не получите, блядь, бухантеров, потому что вы должны будете выдавать каждому на въезде роху, блядь, и проводить к римэкспертизу этого приспособления, блядь, да, иначе не въехать. Потому что оно изначально, блядь, сертифицированного номинала в виде документа не имеет, блядь. И в мировой практике нет документа, который подтверждал бы, блядь, что этот лук на 60, этот лук на 70. Есть просто некая оферта продавца, который продал или производителя, который выпустил этот лук, да, стандарт. А если мы посмотрим в стандарт, все луки, сертифицированные на до 27 килограмм в России, по факту-то выпущены на 70. Они просто специальными уловками, увертками, заменой, подменой там, да, и перенастройками, блядь, введены в состояние до 27 килограмм. Вы все это провели крем-экспертизу, блядь, которая у вас вся покупная, блядь, да, бандиты там сидят такие же, как и вы. И легализованы по России вот сейчас все эти луки там, да, десятки тысяч, да, которые по факту никогда не выпускались производителям меньше 70, блин, да. И вы фактически сами, расплодив беспредел, этот беспредел хотите изъять и по-новой продать, но уже из своих магазинов. Вот и вся цель вашего закона. Ладно, вы собираетесь все это забрать, обворовать 10 тысяч людей примерно, да, сделать их уголовниками, да, и чтобы они вам все это сдали, да, а вы потом все это и продали, да. Дело в том, что даже те, которые зарегистрируются, хранить, ладно, сейф, бог с ним, блин, запишут в Роху, значит, у них есть огнестрел, блин, там воют всякие говно, блядь, источники типа охотников РУ, блин, да, да, вот, о том, что это вот подготовленные люди. К чему подготовленные? К, блядь, пьянке в сапогах, блядь, которыми вы охотники РУ и являетесь, и больше никем, блин, да. И только, блядь, там сидите, лоббируете интересы, блядь, банды, блядь, Арамилевой, блин, там, да, Бендерского, блядь, там, и Паши Гусева, блин, по красной книге, отписыванию им охоту Годи и всему остальному прочему, блядь, больше вы ничем не занимаетесь, потому что вы покупное, блядь, там, источник, блядь, да, вот, который они же содержат на свои деньги, блядь, да. Какие подготовленные? К чему подготовленные? К луку, блядь? Да ни один из вас из этого лука никогда не выстрелит, блядь, сроду, блядь. Вы все самые подготовленные, блядь, говнюки, блядь, вонючие, соберитесь, блядь, вам, блядь, самый сраный лук каждому дать, блочный, блядь, дать месяц, и через месяц посмотреть, что вы с этим сделаете. Вы ни хуя не сделаете, вы говно, блядь, а не охотники, блядь, подготовленные, из вас подготовленные, как с говнопуля, блядь, вы подготовленные только к воровству, блядь. Ладно, хорошо. Некая небольшая часть людей, которая является боухантерами, имеет огнестрел и имеет роху, блядь, допустим, человек 500 по России. Она все-таки придет, там, допустим, и зарегистрируется. Но в Беларуси это не случилось за пять лет ни с одним человеком. Вот сейчас один первый будет получать, через пять лет после принятия такого же закона, блядь, да? Но у него все сделано незаконно, блядь, от происхождения лука, сертификации до ввоза и регистрации, блядь. А это такой порядок, который вы же и предлагаете для России. Поэтому не будет у вас и 500 боухантеров, блядь, зарегистрированных. Не будет, блядь. Потому что закон ваш говно, блядь. И вы тоже. Вот. И, значит, допустим, зарегистрировалось. Дальше что? Лук становится, блядь, неким метательным оружием, блядь. Причем он становится 70 килограмм, фунтов, 60 фунтов, блядь. 70 это все херня, блядь, потому что у них регулировка у всех 30-70 в основном. И даже те, которые номинал 60, они изначально, блядь, более 27 килограмм, блядь. Вот. Попрутся эти люди с этими луками регистрироваться. И даже тот, у кого 27 лук и до 27, блядь, он придет и скажет, это оружие. Я хочу зарегистрировать. Я хочу, блядь, заниматься боухантерингом. На дорогой лук, блядь, у меня нет ни сил, ни возможностей, ни денег. Я хочу зарегистрировать вот этот, который на самом деле до 27 килограмм, фунтов, как оружие. Проверьте, блядь. Вы проверяете там больше 27, как минимум 30-32 килограмма, даже если херовый лук, блядь. Вы проверяете, действительно, блядь, действительно. И начинаете регистрировать номиналы и названия фирмы-производителей. Смотрите, блядь, на документы, блядь, производителя. И действительно все луки попадают в сегмент 27 и старше. И у вас в реестре появляются вот номиналы этих луков, которые являются оружием. И автоматически при появлении этих названий, моделей, там, производителей и всего остального прочего, блядь, в лицензионно-разрешительной работе, да, соответственно, все те, кто не ходил и не регистрировал, и думают, что у них приспособление для спорта, отдыха и лечения, становятся преступниками. Потому что один пришел и зарегистрировал эту модель как оружие, блядь. А все остальные 3000, которые имеют эту модель, да, они стали преступниками автоматически, потому что эта марка и модель попали в перечень, блядь, оружия, блядь, находящегося в лицензионно-разрешительной работе. И достаточно не с кем людям основные модели топовые, блядь, зафиксировать как оружие, что несложно настроив лук. Все остальные сразу станут, блядь, без регистрации и проверки автоматически бандитами, даже не имея, собственно говоря, вернее, имея сертификат соответствия и акт криминалистической экспертизы, которые будут признаны, собственно говоря, не то что незаконными, а просто вот так было, когда их осматривали. А вы якобы потом сами перенастроили это изделие на то, что у вас имеется. И хотя вы ничего не перенастраивали, вы уже преступник, который сам занимался изготовлением этого оружия. А вы потом не докажите, никому не докажете, что вы не верблюд, блядь. Вот. И вы все понесете сдавать луки в лицензионку, блядь, и все остальное прочее. А куда их девать? А их только им жить в магазины и отправлять. Ладно, хорошо. Зарегистрировали, принесли, блядь, лук стал... Как зарегистрировали? Где там номер? Что является действующим элементом? Ствол-затвор, блядь? Где это все? В луке, блядь. Что, рама? Нет, на нее можно повесить что угодно. Что, плечи? Да нет. Плечи на 70, я могу лук сделать, блядь, там 15 фунтов, блядь. Плечи на 60, он уже не попадает никуда, блядь, понимаете, да? Его можно чуть перетянуть в сетиву, блядь. Он уже больше 27 килограмм. Даже плечи, если у вас на 50 стоят страны. Я могу лук ввести в 70, легко, блядь, фунтов, блядь. Больше 60, 100 процентов. Любой, блядь. За счет, блядь, блоков, за счет тетивы, тросов, всего чего угодно, блядь. Что, плечи действующий элемент? Нет. А, тетива и троса, блядь, да, блоки, блядь. Любым из этих приспособлений, а то и просто какой-то вставкой, блядь, в плечи, я сделаю из любого лука любой, блядь. Потому что госты у вас говно, и вы говно, блядь, тупое, блядь. Но вы хитрое тупое говно. Вы хотите глупость вашего закона, глупость вашего госта обратить себе в наживу, блядь. Понятно, понятно, ладно, хорошо. А что будет делать рядовой сотрудник Росгвардии? Как это будет учитываться? На чем будет стоять номер, блядь? На раме? Ха, так я, блядь, из него что угодно сделаю. На плечах? Так ради бога, пронумеруйте мои плечи, возьмите себе и храните вечно. Я с другими пойду. Там, понимаете, даже с одной стороны, блядь, одни, с другой, с другими, блядь. Если даже у меня законно все, блядь, я тетивой перетянул, блядь, или тросами, и у меня все другое. Я другой материал просто поставил вместо тетивы, там, кевлар, блядь, да? Вот. И все, и пиздец, блядь. Любой лук до 27 килограмм станет луком на 70, блядь. Легко. Ха. Хорошо. Учетного элемента нет, сдавать нечего. Приспособление. А что, бруатхеды, блядь? А вы патроны нумеруете, блядь? А бруатхеды это что, блядь? А где там номера? А может, у меня бруатхеды, вот эта палочка и там три вынимающихся лезвия. Вы лезвия будете маркировать? Или середины, вот этот тычок, блядь, который спортивный. А может, я пойду на бухантинг и хочу ходить со спортивным наконечником, а дальше просто шайба с расходящимися лезвиями, блядь. Вот шайбу будете маркировать, блядь? Чего вы эту шайбу только в самом конце? Что вы будете маркировать? Стрелы, блядь? Это те, которые бьются, блин, по 50 сразу за одну охоту, блядь? Карбоновые шафты, которые никакого отношения к поражающему действию не имеют и могут стреляться из любого лука, блядь. Понимаете, степень вашего дебилизма, она несоизмерима. Там нет действующего элемента в метательном оружии, который можно сделать учетным. Вам нечего учитывать. И таким образом проверять даже будет нечего. Но за вами зафиксирована какая-то хуйня под таким названием, блядь. Ладно. Вы с дуру это зарегистрировали, пошли и стали. Потом вы что с этим будете делать? Лук устарел, вы хотите его продать. Продать можно только через оружейный магазин. Через роху, блядь. Вы должны будете продать, туда идти, чтобы купил человек с рохой. Вы никогда это не продадите, тем более устаревшую модель. Дальше вы что с этим будете делать? Все учетное оружие сдается государству или приводится в негодность по истечении необходимости или срока ее службы. Или в случае неремонтирования неисправности. Если неисправность, вы можете это ремонтировать только у тех, кто имеет лицензию на проведение таких работ. То есть оружейные мастерские, они не умеют нихуя, блядь. Во-первых. Во-вторых, их, блядь, по пальцам пересчитать, блядь. В-третьих, там, блядь, абсолютные дебилы, блядь, сидят, нахуй, которые даже ижи напильником ремонтировать не будут. Какой лук, блядь. Ремонтировать негде. Все, что вы купили, вы сдадите государству или обязаны будете привести негодность. А как привести в негодность, блядь, как привести в негодность, блядь, если нет действующего элемента? Это значит полностью уничтожить изделие. То есть все, что вы даже зарегистрируете, блядь, вы это уже выбросили. Вы это не продадите, не отремонтируете и обязаны, блядь, сдать государству, либо на уничтожение, еще за это заплатив деньги, блядь. Вы все остались без лука, вообще все, блядь. Вас обокрали, блядь. Я не буду еще дальше долго там часть рассказывать, понимаете, я уже, ну, 4 фильма снял, это уже пятый, да? Я не буду еще дальше рассказывать, проще, понимаете, блядь, ликвидировать несколько депутатов, блядь, и проституток из Росгвардии, которые сидят в комитете безопасности. Вот, товарищ Поклонская, вот вы что там, блядь, жопу просиживаете, я не понимаю, блядь. Ищите, блядь, каких-то там врагов, там, канонизируете, блядь, Николая Второго. Вы бы, блядь, вокруг себя оглянулись и тот самый чемодан, который вы там набрали на этих пидорасов, блядь, вы бы, блядь, совместили вот с конкретными законопроектами, которые сейчас принимаются, блядь. Вместо того, чтобы там, блядь, на популизм, блядь, работать в последнее время, блядь, вместо реального дела. Вот в Крыму вы делом занимались, блядь. Вы там рассказывали, что у вас много компромата на этих депутатов. Ну, пора публиковать уже, блядь. И в первую очередь на тех, с кем вы работаете в одном комитете, блядь. Это Паклонская рассматривала, и это тоже все, блядь, вместе, сидя в этом комитете, блядь. Ну, нет смысла дальше рассказывать. Я могу вот еще, блядь, 10 фильмов снять по этому поводу, объясняя, блядь. Но уже там, знаете, трех тезисов из десятков тысяч, которые я уже за эти пять фильмов и до этого за пять лет опубликовал, блядь. Они однозначно показывают, что это коррупство, бандитизм, воровство, блядь, и организованная преступная группировка, блядь, действует, да? Проще ликвидировать группировку, чем потом вся страна будет, блядь, заниматься хуй знает чем, не понимая, не зная ничего, блядь. И отнимать имущество у десятков тысяч людей, блядь, и ставить десятки тысяч людей, блядь, в состояние, блядь, за гранью закона, блядь. Но в России никогда, блядь, никогда закон не исполнялся никем, блядь. У нас менталитет такой, блядь, обилие и строгость ваших дебильных законов всегда компенсировалась их тотальным неисполнением. Вы создаете, блядь, общегосударственный прецедент, блядь. И то недовольство, которое давно зреет этой властью, блядь, вы рискуете обратить против себя, блядь. Вообще, товарищи избиратели, блядь, вы никогда больше, блядь, не вздумайте голосовать ни за те партии, которые вы выдвинули, блядь, Резникова, Валеева и Валуева. Ни за самих этих, блядь, кандидатов персонально, блядь. Потому что по всей их деятельности видно, что это подонки, блядь, которые ходят там по выставкам, договариваются о съемках на телеканалах, блядь, в предоставлении бесплатные, блядь, одежды, блядь, обмундирования, блядь, путевок, блядь, зверя, блядь. Чтобы они сидели и рассказывали о себе любимом, блядь, нахуй. И собирали, блядь, на этом гешефт, блядь, от постоянного, блядь, отдыха, блядь. И договариваются о сговоре, блядь, в целях привреждения, блядь, товара, блядь, в магазины и систему, принадлежащие, блядь, в том числе людям, которые входят в этот комитет по безопасности, которые принимают это законодательство. Что это для лучников, блядь? Это брехня, блядь. Для лучников было то, что, блядь, в приказе номер один, блядь, министра Донского, блядь, в 2015 году, блядь, было подписано, как правки в правила охоты, блядь, при приравнивании луков, блядь, к приспособлениям для охоты. И вот это было для граждан, блядь. А это для воровства, блядь. И никак иначе, блядь. Значит, ваш гос должен быть, блядь, уничтожен, блядь, вместе с теми, кто его изобретал, блядь. Сила дуги – это понятие, относящееся к рекурсивным лукам, никакого не имеющего отношения к блочным. Этот гос должен быть, блядь, переделан абсолютно, блядь, во-первых, по отношению к рекурсивным, потому что, блядь, одинаковый фунташ у блочника и рекурова не равен одинаковой эффективности. Это даже коню понятно, только вам непонятно, блядь, дебилам, блядь. Вот. Поэтому фунташ для рекуровов должен быть поднят, разрешенный, блядь. А луки, маркирующиеся как 60, 70 и так далее, блядь, должны быть разрешены, блядь, с точки зрения уже лицензированной, сертифицированной, не должны иметь обратной силы, блядь. Вот. А следующие на 70, конечно, разрешать в Российской Федерации нельзя. Ни для охоты, ни для использования, ни для чего, блядь, ни в качестве оружия, блядь. Вот. Только после пяти лет владения, там, допустим, блядь, гладкостволом, как нарезник, блядь, может быть, блядь, если очень захочется. Но число этих людей, блядь, не превышает, блядь, и не будет превышать в ближайшую пятилетку 500 человек. Вот. Вот и все, для чего, блядь, сделан ваш закон. А я вообще, товарищи Буухантеров, призываю не регистрироваться, даже если эти сволочи, блядь, там что-то примут, блядь. Не регистрироваться, блядь, не идти на поводу, блядь, как в Беларуси было сделано, блядь, людьми, блядь. Они просто не пошли. Ну, вот сейчас первый дебил появился, да, но у него все незаконно, блядь. Если проверить, блядь, там всех можно снять. И начальника лицензионной разрешительной работы, и таможенной службы, и всех остальных прочих, которые к этому привели, блядь. Вот. Я призываю, товарищи, не регистрировать свои луки, блядь, как 70, а продолжать их использовать как до 27, блядь. У вас есть для этого акты криминалистической экспертизы, сертификаты, соответствия. Подоказать, дебилам, не надо, блядь. Если они эти документы, блядь, сами утвердили и такие законы создали, значит, в рамках этого закона и нужно действовать, блядь. Вот. И все, блядь. И все. И все. Чем больше будет появляться идиотов, которые пойдут на поводу и потащат свои луки, регистрировать, несмотря на имеющиеся сертификаты, блядь, как луки, там чуть ли не 70, да? Ну, они физически действительно 70, но сертифицированные, блядь, бандитской кремной экспертизой, блядь, как луки до 70, блядь. А вы с этими документами и продолжайте, блядь, делать то, что делали раньше, блядь. Есть вольерные хозяйства, есть там правила, блядь, забоя сельхоза, там животных, блядь. Вот в этих рамках, границах, блядь, продолжайте действовать, блядь, там, да? Вот. Ну, недолго госдури этой осталось там сидеть, тем более, я думаю, что если эти твари будут продолжать настаивать на своих законопроектах, ну, составим мы соответствующие обращения, блядь, в прокуратуру, блядь, да, и следственный комитет по этому поводу, блядь. Составим, товарищ Валуев, блядь, Резник и Валеев, составим, блядь, конкретно на вас персонально. Есть на основании чего?